Для взрослого человека опора – это он сам. Родственники – это поддержка, да, это помощь, это там взаимообмен. Но это не опора, понимаете, мои дорогие? Опора – это для ребёнка до, там, не знаю, 15-17 лет, да. А потом всё-таки в подростковом возрасте, как бы родители могут, если они здоровы, сформировать внутреннюю опору, чтобы ребёнок мог самостоятельно. Но в силу того, что у родителей часто это не сформировано, они не умеют этого делать, им жаль, если ребёнок растёт, и надо, чтобы о ком-то всё время заботиться, тогда они ощущают себя важными. Или по другим причинам, их много, сейчас не буду их перечислять, опорой остаются они. И тогда при их уходе, при их смерти, у человека наступает катастрофа. У меня была одна клиентка, у которой уже была семья, дети, у неё умерла мама, она три года не могла издепрессировать. Она пришла ко мне в психотерапию, она говорит, это мой смысл жизни. Но эволюционно же это вообще большая ошибка, да. И мы с ней работали, отсоединялись. Она действительно была в симбиозе с мамой. И прикол, потому что она была замужем, как бы не за мужем, а за мамой, вы понимаете. И, конечно же, муж и ребёнок, они недополучали катастрофически. И в свою очередь её ребёнок тоже будет привязан к ней, потому что она ему не дала столько любви, чтобы он ушёл спокойно. И вот получаются вот эти вот приклеивания, потому что мы держимся там, за нас держится ребёнок, ну и, собственно говоря, деторождаемость падает, потому что ресурс уже не хватает. Каждый цепляется по своей причине. И теперь вы можете спросить у себя, а за что я так вцепилась-то? Почему папа или мама, мы сегодня все-таки про маму ровно, почему она мне так важна? Я уже взрослая женщина. Что же я до сих пор жду от неё? Что же я до сих пор хочу получить или отдать? Почему я до сих пор в такой зависимости? Вы понимаете, в чём дело? По большому счёту этого не должно быть. А получается, что до сих пор что-то жду или хочу получить. Понимаете, потому что вы пишете, да, из-за голода любви, которую недополучили. Тогда вы как бы повёрнуты к этому родственнику, чтобы как бы получить. Но это же абсурдно, правильно? Если он не смог вам дать тогда. Ну и сейчас он и не сможет дать. А мало того, хочет-то не взрослая женщина это получить, а та двухлетняя, трёхлетняя, семилетняя девочка. И это невозможно уже получить, потому что вы не можете время повернуть назад. Понимаете? Но очень хочется. Вот, мои дорогие. И каким же образом простить маму за то, что она не дала что-то, что не могла дать на самом деле, чего у неё не было у самой, но ребёнку очень хотелось. Так? Потому что, смотрите, в чём дело. Пока мы как бы не простим и не отпустим это, мы не можем увидеть того, что было. В жизни каждого человека, в каждой маме, в каждой отце были плюсы, были минусы. Правильно? Все мы люди. У нас у всех есть плюсы и минусы. Но когда ребёнок приклеплен, вот, что мама не гладила меня или не обеспечила там то-то или сё-то, и вот на этом идёт фиксация, да, мы не видим всего другого большого, что она делала. Да, она много работала, да, её не было дома, но у меня был дом хороший, у нас было что-то покушать, у меня было где-то, чем одеться, у меня была своя комната. То есть тогда вот это можно увидеть. Но пока мы прикручены, мы этого не видим, мы хорошие, понимаете? Поэтому простить маму и увидеть ту любовь, то, как она проявляла по-своему, не в той форме, в которой вам хочется, но по-своему она проявляла, как могла. Это может увидеть только здоровая личность, которая видит картинку целиком, да, и плюсы, и минусы, что да, этого не было, окей, это теперь я взрослая, буду компенсировать себя сама, но вот это-то было отлично, и это я могу взять себе как бэкграунд, такой, да, как мой багаж. Вот, мои хорошие. Поэтому тут очень важно как раз вот этот разворот осуществлять. Он достаточно тяжело осуществляет, я могу сказать честно. И суть всей вообще психотерапии в этом развороте. Выходя из травмы, вот это я оборачиваюсь на прошлое, а пойти в свою сегодняшнюю жизнь. То есть боль, она от чего? От того, что я не получила того, что хотелось. Обида почему? Потому что были ожидания, и этого нет. И вот это нас держит, и это большую часть энергии у нас блокирует, понимаете? Мы не можем жить полноценно, вкладываться в деятеля, в семью, в отношения, потому что мы как бы, знаете, повёрнуты в обратную сторону. И вот нам надо развернуться, забрав всё хорошее оттуда и привнеся это в теперешнюю жизнь. Отсоединяться – это не значит уйти, понимаете? Это значит принять всё хорошее в себя и чувствовать это как, ну как бы, как такую, знаете, опору, как такое чувство именно, ощущение такой именно силы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!